и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и продолжаю играть в арксервайвл и волв все так же на фиардах и сегодня мы пойдем не оба куда вот а томить без манда десмонт десмонт с матча брали нас к такс где у нас тут дм до десмонт собрали без мод не не десмонт от изумат а пойдем возьмите без мода по сути можем притомить любого десмонта и типа разницы никакой нету но посмотрев видосы и кстати только видосах это еще и на иностранных вики написано что да лучше притомить сначала маленького лову себе для того чтобы нам было легче скажем так томить в дальнейшем а потом уже томить более серьезных ловолов с хорошим так сказать хорошей эффективностью но все по порядку сейчас же мы пойдем томить да наверно все таки 55 ловла из немножечко побегал и полутал ресурсы но основное конечно я переработал и освободил себе шкафчики слава богу переработал всякие ненужные седла седло думка ли оставил с мыслями а вдруг пригодится все таки вот и всякие куча куча топоров кирок и так дали тоже переработал а я сейчас заходил сюда за кровушкой кровушка кровушка у меня есть а значит можем томить 50 я думаю мне хватит для какого мелкого лава значит можно выдвигаться вперед выдвигаемся благо расстояние здесь недалеко включаем яркость все-таки кайфово вот это вот а северное сияние это конечно кайф да и к 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 сюда пробраться так вот досмотр 25 лава а у меня соответственно ненужен ахтыш у меня мелкий как раз схватил да да не короче идите в жопу счет короче здесь пошло не так давай короче я от вас избавлю всех ну нафиг вас урода короче бесите вы меня чтоб вас всем и калася не менее все короче так ты у меня какой 90 лаву блин я 90 лаву явно не притомлю так что давай короче на тебя тоже избавимся на классно атаковать можно только вот с помощью топора ну в смысле руку ручками ручка ну у меня естественно все как обычно все как всегда и я не думаю что их тут дофига будет так много вообще по карте долбаный 15 лаву я думаю мне прям будет идеален без шуток вот как раз 15 лаву он показываешь 55 лаву но это не верьте не верьте вот это 15 лаву там просто в куче в куче было их много но что у меня по крови 10 кровушки у меня одни и спилим что тут а точнее кто тут еще у нас есть там хрюкает наверху ёптешь за ногу ты меня щас пугал конечно вот пошла эффективность все пошел жрать пакет крови о все уже что отлично мелкий лаву готов для чего я почему я решил томить вот прям его вот вот точно мне примут нужен сто процентов в комментариях на ютубчике мне советовали его притомить аркер непрофессиональный написал также много чего написано было и также советую приручить дезмота он может летать по пещерам то есть этот чувак на нем можно сесть на седло и летать подобным пещерам там где я мучился ходить пешком это во первых во вторых после того как я посмотрел видосики то собака чертовски мощная в атаке и не только поэтому естественно я решил что без вариантов надо томить ну и все собственно говоря сначала томите мелкий вам для чего мелкий сейчас объясню мало того что он хороший риту мы можем летать на пещере он имеет ночное зрение что там еще он может какую-то эхо оказывается использовать это короче все то есть он имеет инвиз инвиз только ночью используется то есть вот полноценный виз зажимаем правую кнопку мыши и видите процентура появляется и его он полностью исчезает вот это вот что касаемо вот это их локацию бы еще вспомнить начало у него срабатывает конечно так если зажимаем r то включить и хищение жизни вот и атакуем и как видите он добавляет пакеты крови также он добывает протухшие мясо и все в таком духе так давай включу поехать что было а ей спирт он без него снова зажимаем р включить ночное зрение включаем яркость даже вот сделаем вот вот так вот яркость на дефолт и вот ночное зрение да немножечко неудобно цель даже сделаем вот вот так вот и сделаем ну и сами понимаете все вполне неплохо видно так столько мы сейчас выключим ночное зрение и вот так вот это у нас на дефолте ну разница очевидна вот и 4 так и что у нас еще а ну и все это из того что она еще их локации это может использовать но что-то я не понимаю как это работает похищение жизни атакуем набираем кровушки и очень-очень-очень много этой самой кровушки нам нужно ну и как бы сами понимаете вот 50 пакетов крови я лутал так сказать добывая из себя кровь здесь же я добываю довольно таки легко и быстро да можно немножечко через здоровьем но основной конечно таки лучше урон также он должен по идее как-то хилятся этой крови она наверное на инвентаре может работает написано типа он как-то хиляется типа этой самой кровью без понятия как это работает но допустим до стоять твою мать да конечно скорости а вот она как-то прикольно понятно то есть как раз таки сжимаем правую кнопку мыши точнее левую кнопку мыши и хоп он вот сторону дунет грубо говоря сейчас уже слишком светло инвиз пишет недоступно недоступим недостаточно выносливости просто нужно зажать левую кнопку мыши права кнопка мыши и зажимаем или с левой кнопкой мыши это у нас хоп и эхо локация только а вот сработало вот что-то как-то непонятно как-то но в общем как-то это работает и в пвп явно эта штука очень полезная особенно если в о смотри они все отображают себе да особенно если в для ту нифига расстояние это какое офигеть если в это работает на союзников то есть ты продыхаешь а твои союзники это все видят есть это работает это просто кайф но сейчас немножечко добываем крошки я уже нормально есть но нужно намного больше крошки и томим какой-нибудь жирную живку в прямом смысле слова жирную живку с большим количеством хп кстати давай проверим вот валяется чей-то труп ну просто убитый труп то есть силу то я обычно трубку тоже можно добывать то есть если допустим стега завалила раптора подходишь лутаешь труп и все хорошо с него также бывает кровь и кстати да он отхиливается в том режиме когда ты отключаешь этот похищение жизни он сразу же выпивает кучу крови у меня он где-то сороковку что ли выпил и полностью отхилился это было конечно прикольно и это может не кислоток подставу кинуть то есть пока это режим включенный он кровь не тратит только тот режим вырубается он сразу тратит кровь на себе на отхил режим война и режим добытчика конечно вот примерно так то вот можно назвать вот к примеру а у меня сколько здоровья да я вырубаю ищение жизни так я уже жизни ну да а как он это на резко так отхилился сушь какая-то хрень непонятно если честно правая кнопка но невидимость работы только ночью это логично на очень сильно непонятно ладно честно я до сих пор они полка как это работает вот обратно в кучу а вот режим ну это режим просто включается кач пофиг самое главное что правильно самое главное чтоб у меня это здоровье восстанавливался ну когда посмотрим что будет с этим нифига пакетиков кровушки вот это я понимаю хищников мочить надо хищников вот они это там не кисло крошки попивают под примера лазаврик 2 150 да пошел кстати да забыл сказать он летает как-то пижара то есть вот это назад в бок лево-право все просто кайф единственное что чем намного лучше то пижара да он также на скалы цепляется и так далее чем лучше то пижара тем что он не верещит как скотина вот к примеру хоп и приземлились он не кряхтит и так далее как-то пижара этим меня то пижара конечно бесит неимоверно но дэдмонд конечно прикольно в плане управления и кстати вроде бы летает побыстрее все-таки пошустрее по ощущениям и 67 пакетов крови вот это я понимаю короче лазавры сорян но вы по ходу дела будете помирать еще как сильно замочил рекса 130 пакетов кровушки пишу учитель мне сам не замочил но об этом не будем говорить это конечно что-то непонятное он реально крутой и я честно сих пор не понимаю как работает от хил долбаный ну как-то он работает не виск иногда она это выносливость понятное дело в общем как ты от хилл у меня сработал это кстати после того как я заюзл виск как-то что-то где-то в общем много вопросов 0 ответов если знаете пишите как это работает очень буду сильно рад самое неожиданное что я мог здесь встретить это перевес прикиньте я как бы есть не только что кровью балуюсь ну там еще это газ добывается но блин перевес конечно из-за крови но здесь тухляка очень много ночи могут халка добывать это конечно да это конечно очень неожиданно но теперь даже вот такой левел это некая боевая единица который довольно-таки не кисло урона вносит среда он создает эликсир эликсир этот улучшает ускоряет точнее приручение и ускоряет выращивание детенышей с этим когда-нибудь мы столкнемся встретимся и так далее к этому когда-нибудь еще вернемся но что самое главное с помощью этого эликсир можно посмотреть если вам лень читать сколько у вас пакета в крови 1082 но я думаю мне 1082 все-таки полюс минус должно хватить на 150 ловла теперь нужно найти филом очку или кого-нибудь жирненького чтобы притомить у меня имеется дверь на карте 2 150 съемки но одна филом к имеет больше всего здоровья и я думаю именно это филом к мне нужно то есть она имеет хоть и level 145 но здоровья у нее больше о кстати 140 вот здесь здоровье чего здесь еще больше здоровья слушает удобно но можно же сделать так да вот на самая жирненькая филом очка 140 level и с большим количеством хп будем томить ее ну кстати мне филом к пригодится может я какашки захочу делать и она мне пригодится на в ее споре то есть съемку я там ли не просто так она мне может еще пригодится в будущем месте выживет это стоит учитывать так ну и теперь бы еще разобраться как телепортироваться но для начала нужно собраться в путь а именно драки шмотки все дела вот это вот погнали чёрт какая-то шляпа телепортировался через меню на r в асгард мне показывают филом к вон там а до этого была на одном уровне со мной кого хрена игра что с тобой что тут с чем-то ю студей кошмар вот погоди вот сейчас вернемся домой к примеру и вот съемка на одном уровне я отчет пройти могу и смысле реально то есть попадаешь во всякий асгард и так далее ты попадаешь в другой мир ну просто по этим же координатам так что ли мне сейчас эта хрень полностью весь мир перевернула весь мир этой игры черт побери кстати ну-ка кто быстрее летает не на птерчик то явно будет быстрее летать ладно давай проверим вот-вот летим короче туда же так ну вот допустим филом когда на этом же уровне или вот на этой карте просто настолько разная то есть настолько разная высота уровней в плане и теть платить без шуток может в легкой быть разница уровней просто так там был обелиск или что-то типа того суши я теперь не успокоюсь погнали к нему вот прям просто долететь к нему именно к обелиску карман не мисс прикольно но я хочу все-таки фиомку мне фиомка потом пригодится именно как дидос я точно хочу сказать что я здесь не черташечки не вижу из того что я видел до этого там это у меня был асгард и нв вот просто надо запомнить хотя в координаты это реально что-то телепортация в другие миры не но с генетисом я то есть после создания карты генетис я понял что такое реально но блин это какое-то какое-то безумие ёпуешь за ногу хорош птичку не трожь тварь козлина дает да там алазавр ты ваш пет да отойди ты там ох мать вашу и дурная птица ёпуешь за ногу что здесь творится во первых я не могу на ней летать во вторых это реально другая я практически на те же саму координаты прилетел я башки воробушки это реально черт побери другой мир и здесь нельзя летать то есть я вот не могу сесть твою мать это я понимаю приколюха неожиданно 1 валим ну как томить фиомку это вообще легко и просто вы все знаете тем более когда сделали сеть это прям накидываешь сети оглушаешь и все блинский блинский там больше раптор бегать это конечно очень смешно то есть целом вот ничего шички не обычно кормим овощами потому что нет обычного корма почему нет обычного корма потому что мне ровным счетом по фигу одну и эффективность приручения немножечко ухудшится но ах ты скотинка маленький а вреда то было от него сколько ужас вот отлично хп шичка дофиге шички это хорошо так ставим на пассивочку от свистываем и есть девстве в но нужно закинуть да то да типа в обычной жизни это закидываем криопод с модами делаем такую прекрасную штуку теперь без вот пещеркам и сейчас меня седла выкили дам ну все-таки пещерка шлетать нельзя так но я думаю птера можно лучше сразу отправлять на базу ну кстати не погоди вот допустим как нельзя будет летать меня сразу же выкинет седла ну да вот собственно и все налить и домой и давай сразу же проверим без мода да а вот на нем могу летать кстати возможно у меня потом пришла мысль возможно в асгарде и других мирах можно на досмот летать я даже не удивлюсь есть фото реально так но на это как-то потом проверится блин я чё-то отдаляюсь от нужного мне места и все еще добываем дальше кровь кстати повернул за угол и такой оп и сразу же место такое не кажется слишком отдаленным здесь просто надо фолте дома и уже смотри как красиво в смысле светло все освещено кайф вот в такой пещере построить сюда реально кайф почему но блин здесь всегда светло до урон я конечно от них получаю ох как сильно и все еще не знаю как они китаются сами по себе естественно вес урон и вес айтишки пассатишки это сам тот самый дизмот которую я встретил первый раз как я пока летал я там залутал винтовку случая на желтый что ли был меч ну и там всякие шмотки так далее так что был прикольно и реально я первый раз дизмот увидел именно здесь я заходил как раз пещерку и здесь увидел прикольно ну ладно это пускай будет так конечно они страшные на вид ну и все-таки летучая мышь вот это надо вольнуть а вот это мне нужно теперь как мне от нее свалить удалось даже ух кайф то что на расстоянии она и не согралась супер есть не ошибаюсь здесь даже вообще никого нет но проблемка немножко в другом там лава там черт побери лава здесь черт побери везде лава у пачки там сколько дизмотов 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 ну да по сути хоть такой-то горе все через жопу будет так вот 140 вот оставим а мелких завалим ну чтобы они если что мне малину не случайно не испортили и кстати дал того хп больше но что к примеру по урону урону 18 а неплохого уронов там кто-то пероид бизмот 130 хиллов так вопрос немножко другом как мне тебя с агрить с агрить мне наверное тебя ну во первых нужно будет здесь агрить то есть вызываем здесь филон я без понятия что как где вот честно я вообще без понятия как что я буду делать но будем делать так как так как получится обновляю этот просто стараюсь чтоб они все были более или менее хотя не испорчены так ну можно так ну ты понятное дело стоишь на пассиве можно 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 попробовать также с помощью дизмода ну представьте что я вызываю из криокапсул вот без шуток вот представь что я вызываю скриокапсул раньше я думал что это читер на потом увидел как ряб капсула работает и понял что нифига это черт не бери не читер на все это официально скажем так есть хотя он может это резко планировать вниз как этот схватил так не отслеживать и что у меня с приручением вообще она хоть как-то тикает ну теперь он хотя бы согрелся убираем о убираем 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 ладно не подлагивай эффективность эффективность будет расти именно от того что вот вот он хватает и начинают должны расти эффективность он что-то интернет цепляет съемку все нормально вот лишь 60 и 7 процентов то есть эффективность растет черт побери это это реально я когда смотрел видос я так и не понял типа насколько это все тупо и абсурдно обычно мы привыкли как чем больше тем хуже здесь наоборот с точностью наоборот типа от того что ты его долго к томишь у него видишь эффективность улучшается да главное чтоб вот не скинул он мне в лаву поэтому сейчас попробуем сделать об съемка сейчас должна прискакать ко мне красава фиомка скотчет ко мне и ложься 27 кайф кайф естественно кайф сокрут кровушки на хрена тушки кровушки теперь отцепляемся да что ж ты за меня-то зацепился то можно цепиться пожалуйста отчупить пожалуйста не заставляй меня тебя бить так ну вот допустим случилось такой казус что мы имеем по эффективности учета и не можно цепить как состоит что ли так в камешках вот зацепил отлично давай посмотрим что у нас по эффективностью а ну то есть если в что-то пошло не так то эффективность назад вернется одна проблема это чертовски долго это очень чертовски долго и есть есть огромный шанс что мне это просто то есть проще говоря ты вот так-то ждешь пока эта тварь скажем так нажрется и потом приручаешь с помощью себя все без шуток то есть ты ее накачиваешь просто увеличиваешь эффективность за счет кучи крови и динаса с большим количеством хп ну чтоб на всякий случай вот это ну мало ли вдруг чего насчет атаковать хотя по идее количество хп не нужно может от количества хп у него скорость приручения точнее эффективность повышение эффективности лучше я честно так и не понял но как видите эффективность увеличиваются 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 тут уже вопрос другом как быстро мне это надоест сами понимаете я серию уже записываю полтора часа то есть из них вы видите только полчаса то есть ждем короче сейчас что было на прошло 20 минут я но не 20 15 минут я оставлял на фк на минут на пять и все было хорошо потом эта тварина решила вернуться обратно но сами понимаете там обратно это за слава за сессу это торчевелку не сбросила в лаву вот но благо есть такая вот у меня на f9 то есть я могу подзвать к себе подозвать и так далее но в чем проблема она сейчас летала минут пять просто просто сама летала еще он летал и все у него вся эффективность приручение сбросилась там эффективность прощения что было 60 с лишним все эффективно сбросилась в этом и весь непонятный прикол крошки конечно вон тут еще дофигища может так сказать ничего и не скучно но блин это было как минимум непонятно как-то вообще работает скажем так и еще ващел куда-то под мозг за на руку то есть прям очень тяжело вот тут все томить там твари еще то редкостное скажем так в плане томления кстати бить не обязательно чтобы отцепиться она держит потом отцепляет через какое-то время это очень удобно вот но вот опять начал приручение не знаю хотя бы до 70 уже так такие ну мафик ну честно очень долго томиться и что самое тупое конечно было то что вот прям туда вылетела вылетела и тип нормас вот а так я вот так отошел и вполне неплохо в фк-режиме она сама точнее она то есть утащиваешь на тучон неплохо ловил но это очень долго это прям чертовски долго происходит если вы знаете кто прям вот вот вы специально экспериментировали что вот этого динуса лучше всего там и точнее этим динусом напишите комментариях это прям будет по крайней мере очень сильно реально интересно как то как как это как-то вообще возможно вот но видите то есть вот так вообще проблем никаких нет то есть вот ловит все нормально еще ему взгляну в голову улететь обратно туда это уже другой вопрос я не знаю а а еще бывают такие закупки сейчас просто уже пару минут летает под потолком и ну и вы сейчас увидели почему просто вот вот просто он решил что надо туда лететь он летал сейчас под потолком реально он несколько минут летал просто тупо под потолком потому что решил что так ему лучше и вообще просто улетел за угол вот такие проблемы конечно создаются но команда иди сюда и туда очень сильно помогает и вот уже вот что-то хоть куда-то хоть зачем-то вот это если что кстати работает смотреть и без всяких доп приборов это фишка арка то есть получаешь эту фигню и наводишься центром экрана на него и он это показывает статистику но вот сейчас вы может опять летать наверху и никак собственно не хотеть агриться на фиомку то есть такая проблемка а может захочет а может захочет а может опять он сброс себе всю статистику и все короче вот хоп захотел напал красава а потом хоп и захочет и не красава вот такая проблемка вот мне очень не нравится что он то под потолок залетел смотри 73 процентов но о спустился вниз и куда полетел на хреном узнать куда он полетел сумасшедший летучая мышь повезло но повезло мне потому что у меня скорость ядрёна как вкачана поэтому мне повезло любом другом случае просто ловит меня я без понятия как отрываться кстати она вне скидывала фиомку на этот факел козлина его смотри уже 76 и 6 и вот казалось бы вроде в до этого мучился мучился а здесь сколько ну 67 минут и уже вот такое количество приручения ну вообще бля непредсказуемая зараза самое главное чтобы много было крови и чтобы никто не мешал самое главное ну ищи пассивку поставить потому что он бывает что не ловит а ударяет и тогда филом камур царится 1 или кто там кем-то там томишь и да это будет проблемка я думаю удар и эффективность падает до бомбить будет еще сильнее вот когда он начинает вот так летать вокруг на больших лав лав ты прям начинаешь думать ну может уже пора может и пора ну нафиг ну нафиг ну сейчас же сброситься я уже столько раз об этом думал но каждый раз он переагрировался но тут счет вообще прям тишина даже на меня не хочет агрится ты посмотри ка и на это канает вот так пробежать и он хоп и вроде как сагрится но тут чё-то вообще прям не хочет и реально задумываешься но может уже пора может пора ты смотри ка вообще прям не хочет ни капельки агрится не хочет а как бы сейчас бы реально не сбросился у него все весь прогресс это будет обидно 90 блин процентов то эффективности или курицы на крыльях беда беда но хотя бы чтобы он меня схватил это уже будет хоть что-то а что могу единственное сделать да ты что спустился то кайл ты а чё так спустился именно когда я вот вызвал то раньше не мог супостатный и родивый серьезно или показалось они фу господи мне показалось 82 думают а твою ж мать а там было 92 и вот казалось бы еще чуть-чуть осталось вот очень непредсказуемо высокие потолки это прям очень сильная проблема но мне очень везет то что здесь просто никто не спавлиться прям сильно везет там что-то с чем-то по сути мне осталось только вот еще разочек чтобы он схватил много и по идее есть шанс что уже будет сто процентов ну а там остается делать за малым чтобы он схватил меня и уже от сок отлично то есть вот пакет крови у меня есть отлично сейчас мне нужно всего лишь на всего чтобы он схватил меня так фиомка и кай туда теперь я занимаю твое место да сейчас главное чтобы это чудо меня сагрилось увидела и сагрилось отлично даже почти схватила эй я тут отлично вот схватил меня и вот оно пошло приручение эффективность сто процентов приручения 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 а ведь почти ну давай хвата не на не ударяй просто хвата не вот пайникой 98 серьезно от 98 процентов но и далее да какая же все таки ты тварь ладно 98 процентов это еще хоть что-то хоть куда-то мы видели да было сто процентов и что случилось правильно каким-то макаром сбросилась конечно вылов на 1 стало меньше но все же все же получше так вот это ветеран войны это прям конкретно это прям что мы тут прошли за эти очень-очень-очень-очень много времени 40 минут это для меня очень много времени и собственно до крови осталось а да у какаться на с другой стороны куда мне еще больше что так фиома летит до дома а ну и десмонта тоже не седло надо таки давай посмотрим урон без прокачки 200 268 урон без прокачки это конечно очень даже неплохо что у нас по характеристикам у тебя 3 плюс 27 у тебя ну да у тебя просто уже 33 у тебя 30 то есть я после прокачки урона меньше все еще чем так а ну хотя есть проценты тогда но все забить и кстати а скорость ну скорость то же самое вот какие-то такие вот дела три тысячи то есть здесь прокачках а поменьше чем вот здесь то ну давай чтобы уже точно и наверняка проверить там 268 до было она есть 518 10 процент и процент но это все-таки прокачанный в общем очень кайфово мне прям безумно нравится единственное что нужно будет бутылочки на скорость конечно прокачать именно такого мелкого лавла сделать чтобы не слишком быстро летал и и и уже было полегче крови конечно налутал да у срачи но из нее можно сделать эликсиры эликсиры просто хилки эликсиры кстати где же у меня ищение жизни отключено эликсиры мне пригодятся как-нибудь потом и собственно сама кровь это все-таки хилка для десмонда так что очень даже неплохо наречу до руны я ее рассказали ночь была и увидел тусуру руна ты-то мне собакой пригодишься вот уже можно спокойно прокачать битнесом так давай качнем здоровья вот так выносливость вот так и все остальное в урон и давай посмотрим что мы нанесем по рексу нички по урончику так это стоять не жри мое мясо так ну-ка братва разошлись все это я понимаю чё там на кровотечении вот это я понимаю урон так урон и красота появился какой-то когда я на пакет крови он их то ли сам как-то юзает по кт то ли чё то есть я просто ничего не делал у него вот появился когда и типа черт его знает но урон просто громадничий кайфовый как не знаю кто я доволен да конечно единственное чем недоволен это что все таки не сто процентов блин его получается чтобы он был сто процентов ему нужно до этого дать эффективность то есть он когда ловит человека то есть игрока у него эффективность начинает падать вот и это стоит учитывать соответственно 200 229 кружки вот это я понимаю вот то есть эффективность его начинает падать а эффективность чтобы не упала то есть и несколько раз он поймал меня и эффективность он дрюс акса это 45 конечно 145 это надо оставить в живых желательно вот рекс обозволить вот помог чем смог вот в общем нужно предварительно его попытаться приручить то есть чтобы он не с не нулевый был а все-таки немножечко под прирученный вот тогда уже точно будет сто процентов но как говорится кто бы знал тот бы томил сразу правильно такая вот фигня я хочу кое-что проверить напоследок узнать мне показалось или же все-таки нет тек паразобор ну сам ближайшего нашел мне не важен был просто получилось а по лавлам что он ближайший ну-ка смотрим на добычу протухшие мясо сырое мясо стек ну вы поняли да не нужно на нем тековский динобултать мне не показалось мне не показалось как видите у меня нет ни одной электроники ничего мне не показалось черт побери это что-то с чем-то никакой вам электроники только чисто экологическое мясо металлических динозавров вот как-то так все происходило у меня в моем выживанием диноз прикольный диноз клёвый диноз удобный медленный конечно в плане полета но это у меня исправляет с помощью супчиков благо на это пивасик у меня есть и создается ну а я на этом уже с вами буду пожалуй прощаться надеюсь вам было очень полезно хоть какая-то часть этого видоса вы узнали какие-то плюсы какие-то минусы какие-то нюансы и вам будет удобнее томить этих динозов если вы до этого и не делали делали этого ранее на этом уже все как всем спасибо за просмотр не забывать подписываться на ставить лайк и комментировать на это же делиться мои видео со своими друзьями это все всем удачи всем пока всем счастливого добра всем пока